Всем привет! Не так давно на канал выкладывала рецепт грузинского лаваша на дрожжевом тесте. Сегодня по просьбам пользователей канала выкладываю рецепт этого хлеба на закваске. Ко мне даже с такой просьбой обратились через мою почту, что меня, конечно, удивило, но я решила не отказывать в этой просьбе. Посвящаю этот ролик моим подписчикам, которые со мной уже много лет поддерживают меня через комментарии, через лайки. Этот ролик для вас со всей моей благодарностью. Это моя закваска опара. Созревала она всю ночь примерно часов 9. Здесь у меня 30 грамм пшеничного стартера, можно ржаного, 100 миллилитров воды и 100 грамм пшеничной муки. У меня мука первого сорта. Стартер 100% влажности. В дежу моего планетарного миксера выливаю 390 миллилитров воды комнатной температуры. Небольшими порциями выкладываю закваску опару. Хочу проверить степень ее готовности. Готово, если хорошо будет держаться на поверхности воды и не тонуть. Я уже вижу, что все с этим нормально. Значит, сумеет поднять тесто и выпечка будет то, что надо. Все перемешиваем, чтобы закваска немножко разошлась в воде. Добавляю пару столовых ложек растительного масла. Выкладываю 600 грамм просеянной пшеничной муки. Как я уже говорила, я использую муку первого сорта. Отвешиваю 14 грамм соли. Соль я всегда отвешиваю на весах, потому что по столовым ложкам, по чайным ложкам у меня всегда получается разный вес. Выкладываю соль. Отправляю на замешивание в миксер с насадкой крюк на средней скорости минуты 4. Вот такое тесто получается после замешивания. Это тесто примерно 70% влажности. Оно очень липкое, очень мягкое. Примерно такое должно быть тесто для грузинского лаваша. Тесто у меня будет выбраживаться вот в такой емкости. Это емкость от меда. Здесь было 5 килограмм меда. Давно хотела приобрести большую прозрачную емкость, чтобы определять степень выбраженности теста по количеству пузырьков, которые в нем накапливаются. И пока я собиралась покупать эту емкость, у нас как раз закончился мед. И я, увидев эту банку, поняла, что это как раз то, что мне нужно. И деньги сэкономила, и получила то, что хотела. Немного наливаю масло. Распределяю масло по емкости. Выкладываю тесто. Немножко выровняла поверхность теста. И теперь накрываю его крышкой. Крышка от этой емкости. Плотно закрываю тесто и оставлю его на 30 минут. Через 30 минут буду делать обминку теста. Прошло 30 минут. Изменений пока в тесте не наблюдается. Это и нормально. Обминку буду делать методом растягивания теста и складывания. Сначала делаю 4 складывания с 4 сторон. Затем процесс повторяю еще с 4 сторон. Вытягивать тесто и складывать можно столько раз, сколько тесто позволяет. Еще раз растянуть тесто уже не получится. Видите, оно уже не дает себя растягивать. Это я просто показала для наглядности. Немного сглаживаю поверхность теста. Накрываю и оставляю на очередные 30 минут. Далее я сделаю тесту еще 3 обминки через каждые 30 минут. После обминок дам ему постоять 30 минут при комнатной температуре. А затем отправлю в холодильник часов на 12. А вот это мое тесто уже после холодильника. Тесто раза в три увеличилось в объеме. В нем уже накопилось много пузырьков. Вот почему я и хотела растаивать тесто в прозрачной емкости. Чтобы видеть, как оно развивается. Оно сейчас еще очень холодное. Тесто накрываю и оставляю при комнатной температуре часа на 2-3. Зависит от того, насколько у вас будет тепло и как быстро тесто будет увеличиваться в объеме. Тесто простояло у меня 3 часа при комнатной температуре и еще удвоилось в объеме. Заняло всю емкость до самого верха. Теперь его уже можно открыть. Вот такие пузыри на поверхности теста. Рабочую поверхность щедро присыпаю мукой. Выкладываю тесто на рабочую поверхность. Тесту я не помогаю, чтобы случайно не нарушить его структуру, не травмировать его. Оно само должно постепенно выложиться из емкости на рабочую поверхность. Через прозрачные стенки хорошо видно, что с тестом происходит. Тесто выложилось на рабочую поверхность. Емкость практически чистая. Тесто совсем немного налипло на стенки. С помощью скребка собираю края теста к середине. Когда тесто все обваляется в муке, его можно будет уже руками растянуть в круглый пласт. Тесто уже не так сильно липнет к рукам. Делю тесто на 4 части. И теперь дам тесту отдохнуть минут 30, но обязательно его накрою, чтобы оно не заветривалось. Тесто отдохнуло, еще немного увеличилось в объеме. И далее можно приступить к формовке лаваши. Каждому кусочку теста буду придавать форму ромбика. Духовка у меня небольшая, поэтому и лавашики будут небольшие. Называю эти лавашики в виде ромбика шоти-спури. Прочитала, что по-грузински шоти это переводится как меч. Понимаю, что хлеб должен быть с длинными концами, но, как я уже говорила, духовка у меня небольшая, так что с длинными концами не получится. В середине делаю отверстие, чтобы при выпечке тесто не раздувалось и не превращалось в пузырь. Заготовку аккуратно переложила на лопатку и отправляю ее в духовку. Выпекаю шоти-спури в разогретой духовке вместе с камнем до 230 градусов по Цельсию минут 10-15. Температуру и время выпечки определяйте из особенностей своих духовок. Пока у меня печется первый лавашик, я формую следующую заготовку. Вот такой получился первый хлебушек. Румяный, аппетитный, симпатичный, с тонкой корочкой. Потрясающий аромат. А теперь послушайте, как хрустит его корочка. Хочу сказать, что тесто очень мягкое. И если вы его оставляете на рабочем столе, даже с присыпанной мукой, то тесто очень быстро впитывает в себя муку и может прилипнуть к столу. Поэтому заготовки лучше формовать сразу на пергаменте и потом вместе с этим пергаментом отправлять на выпечку. Заготовки, пока вы их не отправили на выпечку, лучше держать накрытыми, чтобы тесто не заветривалось. Ну вот, все четыре шоти с поля у меня уже выпечены. Остужаться я их сразу выложила на решетку. Вот такая получилась красота. Они еще горячие. Есть мы их будем, когда они полностью остынут. Остывший хлеб я выложила на блюдо. И теперь хочу показать, как этот хлеб выглядит в разрезе.